во всем добрый вечер ночи утра кому короче по херку какое время до ровк атмос и мы пострадаем хернёй уговорили меня проверить дочери говорили проверить по поводу спойла в садах много раздоров срачей унижение чужих матерей и прочей короче ерунды из-за этих и берсан из-за этих садов значит бытует мнение что за час садах можно заработать сколько там зайка 30 до 30 по до 35 по рыночным цен если мы будем смотреть под нерыночным значит это где-то можно принципе по сути делить на 2 где-то 15 15 20 15 20 лет я так предполагаю это с рунами мафор значит в главных ролях этого эксперимента нож я в бессмертии с реквием ножом да это это не внешка как бы это просто 92 спойл он будет сегодня в главных ролях во вторых во второстепенной роли тир тир 94 до то есть в теории нож должен сам фармить нам это хуйней заниматься не будем потому что потому что у меня не вы я не вижу смысла издевательства убивать будет тир собирать и на заднем плане у нас озвучивает роли будет да у нас один я чё 1 1 что ну да от сна ладно вот у нас 1 дна вот и роль третьего плана исполняет и соля окно давай сонаты короче шедевр пошли отсюда пойдем на полянку которая мне относительно нравится хвостик делал вяжи за саду вяжи за саду для этого взят маленький тир который ходит на кинку ну ладно вот мне подсказать что в идеале с 94 здесь штраф на дроп ну да хер с ним надо штраф короче в принципе да мне я не буду бить ножом это редкое извращение я буду бить тиром а сливать его до 93 не буду пропадутся и 97 скиллы как и как право мне это не выгодно точнее призрачные 30-35 лямов в час не стоит того чтобы я заново ботова полкиру 97 это вообще бежишь нет а вот и наша полянка до фармить будем соленым а форму я взял часовую на ножа на мне просто руна мафор есть потому что это анакимовский анакимовский чар до каких извращений вывели подоску христиан сонги дает на черепаху можешь ну а где то есть а ты наверняка черепаху машину вот у меня всякую я не знаю как здесь те тесты будет убивать соты бы убивает здесь быстро набивал квест двух ударов поэтому если можешь не будет успевать я не виноват поехали понятно надо надо очень долго ждать подбирать дроп еще вот у ножа штрафа нету 90 для тот неловкий момент когда я на своем же аккаунте не знаю какой у меня нож 90 второе киев все договори просто когда убивать тебя все но никто не слышно да я с лимитами если критерат и ничего не успеешь москвой угол еще раз можешь кастану лайк у нас анчара я без розы да но мне правда здесь нужно казаться 5 ногам вместо одного места сам его разве счет об себе да умри ты уже ее пироги кроме любая ну наверное вся сложность фарма заключается только в анчаре всем на всякий суши розов на себя пацан злой розовый наверно зря сел задаваясь переборщил вот в общем честно скажу я здесь когда-то пробовал спойлер как-то мы про не я не вкусил вот наверное всю всю прелесть романтику ты скажешь да просто говоришь не говори когда можно для 7 можешь прыгать на станет на него спорить а потом уберу успеть прыгай на мобов просто сама на крайне кредо сырестишь мне этого ножами жалко честно Так как с тюремной романтикой оказывается, судя по шансону, в тюрьме сидят самые умные, образованные и вообще понимающие люди, которые безумно любят матерей. Поэтому я как-то... Этого тоже заспалил? Что там пару ударов не было... Ну... Да, простая моба дрощ, она немножко, ну не то что напрягает, она... Как-то не прельщает вот именно вот это вот количество заработков, просто... Я схожу из таких соображений, вот... Для того, чтобы здесь так вот нормально убивать, это же 90-м тиром. Не, можно, да, ножом леталами, даже с извращением, то есть, ну... Я просто такой человек, который... Ну, я без розы, банально и без розы, я не пойду сюда. Вот реально, я, конечно, не в обидно, я не пойду сюда даже без рогушки. Опять же, с другой стороны, посмотрите, это тоже все деньги. То есть, я считаю, по чистой прибыли. Я потратил на вот эту вот, допустим, авантюру 25... По ценам Кадмуса я потратил 25 лямов на... На мафу. Я потратил... Да, рогушку, я сейчас потрачу там соски. Ну, ладно, это все, конечно, с учетом того, что я могу там соски я крафчу сам, или они стоят там копейки. У нас, спойл, даешь, да? Я просто убиваю их там... Сейчас будут лимиты, поэтому давай быстрее, прыгай на мобов куда-то, на каких-то больше. Вот, то есть, да, дестер, я так понимаю, относительно здесь даже неплохо убивает. Ну, то есть, вроде как быстро и все такое. То есть, я потратил даже банально на розу. Для того, чтобы заюзать розу, нужно чара продержать в онлайне. Нужно или... Да, либо купить за 10 лямов, либо там еще какой-то... Ну, либо артею покупать. То есть, это все тоже как бы деньги. Поэтому... В итоге, ну, допустим, я розу оцениваю хотя бы лямов, лямов в 3. То есть, свою. Красную. Это... Синюю, синюю, извиняюсь. Это моя электроэнергия, это мое время, которое там чар должен состоять. Которому не надо, в принципе, следить, чтобы там компьютер не выключился. Еще какие-то... Мое мнение, ну, я вот так вот это все. Я не вижу смысла, допустим, здесь бить каким-то там... Ну, тут синенький, смотри. Прямо стою восьмилая. Второй вариант. Это... Руна мафромесячно стоит 500 лямов. Грубо говоря, асберге на... Маспоил, давай, короче. Я синего просто пилит. Теперь хранителя, теперь хранителя. Теперь командира. Значит, месячная руна мафра стоит 500 лямов. Ну, грубо говоря, можно купить, точнее. Продают их по 600, ну, по стим. Вот. А стоит она 500. Кстати, я не помню, сколько у меня данных было. Поэтому... Ну, пополам с тобой, короче. Вот, она купается, если, как ты посчитала, если использовать ее больше 25 часов в месяц, вы страдаете вот такой вот ерундой. Да, если реже, то выгоднее просто взять часовую и не парить. Ой, молодец. Там синенький разведчик сада идет, короче, к тебе. Можешь заспорить его под провоку. Я его сейчас убью, если ты не заспоришь. Можешь себя с окна хилють, пока я выйду, 10 секунд и 5. Да, эти... Аготенка, аготенка. А, это мои коробочные штуки. А, да, точно там же. А теперь ты передала или это мои еще? Давай, куда-то там прибежим. Поэтому руну, в принципе, надо оправдывать. Я, допустим, периодически, когда у меня бывает свет, хожу на Лили, на Накин. У меня, как бы, эта руна Мафор висит. Просто потому, что она нужна здесь. Давай, куда-то там. Давай, куда-то там. А так... Покупать... Мафор на месяц. В смысле? А, ну да, если таким способом, как я, делаю... Просто... Конечно, во-первых, дольше. Во-вторых, блин, ну я не знаю, здесь банки на ману не падают. Он просадит всю ману, и что дальше? А ты, это ты бэк и бэками леталами еще не била, как бы. Ну... Как бы, командиры плотные. Давай, попробуй хранителя сада сама убить. Я просто чисто посмотри, пока саду не падаю. Только из-за того, что бэк прошел. Ну, я не знаю, вот в таком темпе я бы не выдержал, честно говоря. Крабить это немного издевательство на организме. По сути, здесь не знаю, даже Деструн, наверное, сонаты не ложны. Ну, так, покой. Я тут другого начала. Пусть я убил незаспойленного. Пойдем сзади, лучше этого. Разведчика еще там заспойли, будем получим черепашку. Здесь, не знаю, наверное, черепашка здесь полезна, чем сонаты. А ничего? Я еще не знаю, живите как-то. Вот. Я не знаю, почему люди спорят из-за этого, из-за этой ерунды. Это примерно как спорили из-за картии. Дает нам виталку или не дает. Я говорю, пойдем получим черепашку. Он шел мимо, никого не трогал. Вот эти ножи. Вот. Поэтому это как с той картии непонятной, которая, когда был ивент, были срачи, ботхерты. Это, наверное, на эту тему. Дашню. Ну и сонат фермы. Открыли. Ну, пошли. Еще будем видеть. Вот. И самое, наверное, дикое, это смотреть, наверное, как здесь нож. Хотя, если взять попкорн, то туда нужно посмотреть. В смысле сошелся. Синенькая. Синенькая. Тоже спорили. Нет, я просто не представляю, зачем париться. Ну, блин. Базару ноль. Четвертая пика. Так, чтобы видели. Сто пятьдесят. Без ОСА. Иди сюда. Ты куда, пацан? Сто как криты. Окей, не тащил. У меня шанс крита здесь встал. 321. Да? В пизду и леги. Да, синенького. Нет, просто можно тащить, не знаю, можно бить с пикой. То пика это самое меньшее по ДПСу. Просто потому, что на сплэше. Она даже не трехсотой, даже без ОСА. То есть, тут даже на погибель нет ОСА. Там не на шанс крита, а не на силу. Нет, просто я не думаю, что там я напялил топорта ауте. Короче, там мега клевый кусок, пожалуйста. Приблизительно. Но все равно лучше, чем нож. Я не вижу смысла пользоваться. Я когда-то просто бил ИСОЙ, храбил ламбу. Честно, чтобы накопить там на тот же топорта ауте. И я понял одну вещь, что с тиром по ДПСу можно сравнивать. Именно в одну точку. То есть там в РБ может сравниваться только няшка. Костейчица. Только потому, что у нее там шальные криты. Да, или суммонер может там, если тир совсем больше. Такой как вот этот. А на сумму еще возьмись, деда, поверь. Да, стоять не вдалеке. Дальними петиками, короче, забиваешь просто. Это не РБ, у них штрафа нету дальними. Они там даже добегать не будут. Давай ассист. Куда ты там не будешь. То есть, то даже пикой можно спокойно стоять или разваливать нуду. Ну, ты не забавишь, что мы, когда мы били здесь Магическая Сайка, Магическая Сайка была, в принципе, 97-я. А, 95-я, там вы били Сайка. Да, поэтому... Я даже не знаю, как он тут отрывает. Земля, сильная физатака. Ну, два... Здесь даже пика это... Ну, давай, определись уже, что ты мечешься. Пика еще надо попасть, оказывается. Я не ради того, что... Я хочу просто показать, что иметь таппорт ауте, это не обязательно. Я использую таппорт ауте только потому, что он есть. Только потому, что он мне нужен, как бы, на твинов, на какие мероприятия. Я его использую только потому, что он есть. А не покупать его ради этого. Это глупо ради... Во-первых, чтобы заработать на таппорт... Заработать банально на таппорт ауте. Здесь надо очень долго крабель в садах. Ну, это имхак. Ну, или пару месяцев безвылазно. Вот, шли он, цветочек, мне нравится, кстати. Спойл. У них есть сильно большой ром. Криты чаще. Только потому, что почти там капкрида. Это... давай санатки дальше. Ну, давай сейчас. Вот, а так, в принципе... Ну, не знаю, для разнообразия, честно, сюда можно сходить. Пошли. Да, то есть... Утверждение, что это вариант заработка. Окей, хорошо. Ну, не знаю, как по мне продавать мобский кач, прикольнее. Банальное чувство эго. Потому что, когда я, допустим, качаю, люди благодаря там вставят там отзывы какие-то, что отлично, качество, спасибо. То есть, да, это приносит, в принципе, еще помимо денежных, еще морально. Ну, давай. Исай спойл. Ну, я не знаю, как надо спойл одеть, и что нужно нацепить. Трехсотый нож ему делать, да? Ну, блин, это трехсотый нож будет окупаться очень долго и нутно. То есть, для того, чтобы одеть его, ну... Нож тени трехсотый, да? Честно говоря, АДТ стоит дороже, чем нож, сам нож тени. И он у меня на, это, на дейте шестой нож, чуть-чуть толку, 150. И то хорошо. Да, на радио, радиолимп, чтобы пойти там десять боев, отлетать на плащик тут заработать. Ну, разведчик сразу. Да, какой раз, а в три, ты... Я видел, как ты била моба, если бы не прошел этот бэк, ну... Хорошо. Леталый. Чтоб нож адекватно бил, ну, вот так вот, как я бы хотел. Ну, ему нужно ставить татушки, ему нужно делать там, всякую ерунду. Вопрос. Зачем? Нет, я могу, конечно, дать тебе сейчас кольца, шапку, там, поезд, Талик, короче, эту рубашку, но... Хорошо. Некоторые играют с пойлами. То есть, это-то и утверждают, что некоторые летают с пойлами. Хорошо. Как долго персонаж на нынешних хрониках, с нынешней прокачкой продержится на уровне девяносто девяносто четыре? Не очень долго. Правильный ответ. Садись. Пять. Опять же. Человек, который играет с пойлом, это ли он либо хочет, чтобы там спойлить где-то в гильотине, то есть качают, качают там для, ну, для таких астатин тот же, там всякие вкусные штучки, говорят, спойлятся там, элэсики, хайгрейды, то там гемы, да, там что-то еще, короче, там спойлить. Элэс, этому в астатине спойлятся, эти желтые, ну, с очень маленьким шансом. Вот. Вот. То есть в теории, если спойлить парик, допустим, как качают там, топ качеры и астатина, ну, в теории можно, то есть вытащить там один-два элэса за один парик, то есть вот это, да, то есть ты получаешь в итоге, да, в этих, провидцев тоже сразу. Что, гад, что ли? Они меня не сливают. У меня анчоры, вот, хорошо, как это, а мне еще раз очень. Ну, попробуем мобика по копы, но он, хранитель этого, побей пока сама. Ну, просто, а нет, не, не, не побей. Это жерная какашка. Это, кстати, жрецы стали ванчеры, что это, вот, козлы. И я завис только, в такой позе. Господи, надо было их сразу убрать, а не на один удар. Вот это заспорил. Да. Вот это заспорил. Поэтому, честно говоря, я бы, наверное, лучше в гильотине спорил. Ну, блин, ей богу. Не хочешь, кстати, в гильотине? Ну, они хотя бы там есть. Понимаешь? И там хоть как... Нет, там... Нет, послушай, там хотя бы есть польза. Ты, когда заводишь парик в гильотине, ну, банально, с ножом в пати, ты получаешь, нож хотя бы эксп получает. А здесь же не экспо, ну... Хорошо. Для заработка. Ну, вот мы сейчас и проверим. Прибыльнее чем в гильотине? Да, да, да. Отлично. Отлично. На соске будет. Хорошо, согласен. Соски окупятся. Вот всё. Уже соски окупились вообще с лихвой. Вот я там... Я на лям 700 купил сосок, по-моему, там 15 тысяч, да. Там почти на 2 лям выходило. Что-то лям 800, короче, я купил 15 тысяч сосок. Всё, вот. Блядь, для того, чтобы крафтить, надо релоготь спойл, заводить, ставить в кх и тут дуры, ну, и стоять крафт. На дайре кх нету. Окей. Хорошо, я жду. Я прям возле моего выжду. Ну, заводись. Мы пока посидим в чайку, пообщаемся. Точнее, пообщаемся, звучит как футбол в одни ворота. В одного играх. А театр одного актёра. Чё? Хорошо, хорошо. Четыре с половиной ляма мы набили. На всё это потрачено 20 палетов. Это по одному талику. Это один ПДФ, это одна физатака, короче. То есть... Блин. Ну почему? Ну почему, если ты идешь фармить это, почему... Есть такая глупая поговорка. Нужны деньги, чтобы зарабатывать деньги. Никто не открывает бизнес, проснувшись с утра, встав, почесав жопу, короче, встав с помятого дивана и не подумает, а то почему бы у меня не открыть магазин, который будет сразу с товаром, с сексуальной продавщицей, с честным бухгалтером, короче, и действительно справедливым управляющим. То есть, для ведения как бы любого заработка нужны деньги. Это как ни парадоксально, но это, наверное, этот кретинизм только в нашей стране бывает. Ну, вообще в странах СНГ. Это, наверное, менталитет просто такой. Потому что мы платно учимся, мы платно лечимся, мы платно ездим, платно питаемся даже в школьных столовых. Но, и, блядь, и бесплатно работаем. Нет, лечимся мы тоже платно. Поэтому, нет, бесплатно медицины тебе только выпишут рецепт, что тебе надо купить. Вот, поэтому, только я же говорю, только в нашей стране можно бесплатно работать и платно делать все остальное. Да, это как меня поражают иногда некоторые вещи. Почему дети должны в школьных столовых питаться платно за счет, как бы, денег родителей, а зэки в тюрьмах питаются бесплатно? Пятьдесят три рубля в неделю? Пятьдесят три рубля в неделю? Кстати, ну, их кормят. Они зарабатывают. Я в армии кормился хорошо. Скажем так. Что? Где ты, куда ты там приду? Вот. Вот, поэтому... Я считаю, что для того, чтобы банально начинать зарабатывать нужно, ну, вот даже здесь в садах мы щас посмотрим, если это принесет прибыль я скажу одну мысль. мысль если это если это просто оправдает себя то есть смысл повышать банальный киллрейт повышать давайте зависим я не того хотел повышать хорошо она должна не только купиться должна купиться не только руна не только роза не только рагу не только соски но и все остальное да спойли вот поэтому это тоже должно сразу покупаться если должно входить и помимо помимо мы здесь настя мы здесь не добрые самаритяне которые пришли сюда потратить просто просто мы пришли ну как и в теории любой человек который стоит приходит именно за заработка то есть нам надо чтобы не только купилась руна роза рагу и прочее билибердяне чтобы мы еще и заработать заработали это примерно в два раза больше чем потратить то есть если я трачу грубо говоря в месяц 600 лямов я хочу ли миллион двести иметь прибыль хорошо лярд лярд я трачу то есть я должен валярда отсюда вынести то есть лярд чтобы купить и лярд чтобы чтобы заработать но опять же за месяц зарабатывать лярд ну честно говоря и вот на я потом покажу как бы состав клана с и черепашку можете я покажу состав плана и потом почти все это мне довольно таки много чар больше 20 наверное который 85 плюс который почти все ноблы и мне проще отлетать именно олим брать квестик за силу во первых я когда летаю могу себе позволить общаться с тобой за мы можем заняться какими-то делами то есть переменная реага есть там один бой выиграл несчастный короче за за месяц где хорошо если бы у меня не было папа аккаунтов именно много я бы запускал по два чара прогрепка на котором было бы два аккаунта по 7 уж и грубо говоря 67 чаров я бы делал именно вот так и прогонял бы про простые прогнал два аккаунта выгрузил загрузил третий аккаунт на следующей неделе то есть точно так точно такая же манипуляция честно говоря мне это причает намного больше потому что я грубо говоря в ноябре почти не летал на олимпе отлетал одним аккаунтом и вторым ну может быть из 6 чаров я отлетал тремя в итоге как минимум я за все это получил ну ты получила без мое участие потому что у меня отключили свет и я не мог оставить эти страны он получил больше чем больше чем 500 лет хорошо ты отлетала на двух аккаунтах я на полтора аккаунта это при условии это это при перенимальному я просидел одни выходные давай этих командируем хорошо мне там меньше точек ну хорошо 22 хорошо будем хорошо брать мы питали 25 чарами за ноябрь могли бы больше это так образно от 20 до 20 до 20 до 25 чаров один были отлетаны в ноябре месяцу итог 500 лямов и там то чтобы вы брали из кости китам си дальше не со всех снималась во-первых еще не до всех руки дошли плюс сила плюс к рп на клан если зарабатывать на чар а потом сдавать управляющего репутации от нас дается очень очень отлично я продал хорошо я продал там свитки я заработал силу по мне вот честно это принесло намного больше профита удовольствия и в принципе и нету затрат как такой затраты только человеческий человеческий ресурс как таковой то есть нужно нужно это загрузить нужно оплатить их опять же если зарабатывать зарабатывать линейки чтобы деваться боем банально интернет тогда оплачивать что-то что-то ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА